The Emperor has been expecting you. Через месяц после выхода премьеры спойлеров уже никто не боится, поэтому мы начинаем. Итак, начнём с самого начала фильма. Помните тот момент, когда Дарт Вейдер допрашивает принцессу Лею? Когда я впервые посмотрел четвёртый эпизод, у меня в голове крутилась мысль о том, что обман Леи действительно мог сработать, что Тёмный Лорд Ситов действительно мог поверить её словам и отпустить её на волю. Но после просмотра первого спин-оффа все сомнения пропали. Жалкие попытки Сенатора с планеты Альдеран оправдаться и уйти на волю обречены на провал, ибо теперь мы знаем, что же произошло за несколько минут до начала новой надежды. Мы знаем, что Вейдер лично атаковал крейсер Мон Каламари под названием «Глубина» в попытке забрать у повстанцев планы Звезды Смерти, а затем смотрел на улетающий в гиперпространство фрегат принцессы Леи под названием Тантиф-4. Впрочем, мы плавно переходим от начала к середине. Гранд Мофф Таркин. Нет, речь идёт не об этом политике, как о человеке, а скорее о тех событиях, которые мы как зрители смогли увидеть и которые непосредственно связаны с главным злодеем четвёртого эпизода. Да-да, не удивляйтесь, главный злодей из самого первого фильма о Звёздных Войнах – это вовсе не Тёмный Лорд-Ситов по имени Дарт Вейдер, а тот самый Гранд Мофф, который планировал терроризировать своей ужасающей игрушкой всю галактику. Этой теме я когда-нибудь даже посвящу отдельное видео. Впрочем, сегодня наш акцент будет поставлен на то, как мы смотрим на этого человека. Ведь раньше он казался для нас тем самым полноправным хозяином положения. Тем, кто знает Звезду Смерти вдоль и поперёк. И поэтому его смерть в конце четвёртого эпизода была довольно комичной, ведь такой эксперт как он сразу же был начал эвакуацию, как только бы узнал о грядущей атаке. Но благодаря The Rogue One мы узнали, что он лишь курировал над Орсоном Кренником и не сильно вникал в детали проекта. А когда после смерти директора Кренника власть над этой космической станцией полностью пришла в его руки, он не имел достаточно времени изучить её недостатки, и затем как результат поплатился жизнью за то, что вывел из игры Орсона Кренника. Кстати, мне было бы интересно узнать ваше мнение о том, что было бы, если бы Кренник не погиб на планете Скариф? Убедил бы он тогда Таркина эвакуироваться со Звезды Смерти? Свое мнение пиши в комментариях на ютубе. Впрочем, не будем долго задерживаться на этом моменте и перейдём к следующему пункту, а именно к тому, каким образом мы теперь смотрим на само Восстание целиком. Кем раньше для нас казались повстанцы? Они были не более чем стороной в конфликте, да, крайне удачливой стороной. Как-никак им всё-таки удалось уничтожить ужасающую Звезду Смерти при явном численном преимуществе Империи. Но если быть предельно искренними, то мы никогда не переживали за судьбу повстанцев. Наш взгляд был более сконцентрирован на том, что произойдёт с Люком Скайуокером, а не с его друзьями. Впрочем, теперь горизонт для нас был раздвинут, и мы можем увидеть то, что же из себя представлял Альянс изнутри. Это была абсолютно отчаявшаяся группа людей, готовых идти на отчаянные меры. Убить своего информатора, чтобы не допустить попадания важной информации в руки врага. Вывести из игры главного инженера Империи на глазах его дочери начать сотрудничество с экстремистами, на все эти меры руководству восстания приходилось идти, поскольку у них просто-напросто не было выбора. Благодаря Изгой-1 мы смогли увидеть, в каком же положении находился Альянс повстанцев. И если бы не Люк Скайуокер и его очень точный выстрел, то кто знает, какова бы была судьба Галактики. Ушли бы повстанцы в ещё более глубокое подполье и стали бы сражаться как отряды под руководством Соги Рерэ, или же просто были бы истреблены. Кстати, по этому вопросу тоже оставь своё мнение в комментариях, ради этого можешь даже написать ещё один, отдельный коммент на ютубе, ибо чем больше комментариев, тем лучше продвигается видео. Впрочем, не будем долго стоять на месте и перейдём уже к следующему пункту, который сегодня я оставил на сладкое, а именно о том, как на Люка Скайуокера смотрели его соратники-повстанцы. Да, нам нужно признать, что этот человек, который в будущем станет могущественным джедаем и основателем Нового Ордена и раньше был обычным новобранцем, который всего каких-то пару дней назад жил на ферме в пустыне планеты Татуин, собирал воду с влагоуловителей, выращивал грибы и доил бант ради их питательного голубого молока, а теперь вдруг показал себя крутым пилотом, достойным званием Галактического Героя. Но после просмотра спин-оффа его фраза о том, что он может подстрелить в Омп-крысу с помощью своего спидера под названием Т-16 выглядит самой настоящей хвальбой деревенщины, который совершенно не понимает, что же происходит. Вы просто представьте себе такую картину. Ещё совсем недавно вы потеряли много своих друзей в битве за Скариф. Вы настоящий ветеран, ас флота повстанческого альянса. И тут какой-то сидящий рядом с вами фермер заявляет, что сделает за вас вашу работу, да ещё и более качественно, ибо на своей планете-деревне он очень качественно охотился на каких-то крыс. Вам бы, наверное, стало просто смешно от слов этого деревенского дурачка. И хотя слова Люка не были пустым звуком, и благодаря помощи силы он действительно уничтожил Звезду Смерти, но всё же нельзя отрицать того, что его слова были слишком уж оскорбительными для членов повстанческого альянса. Впрочем, на этом я заканчиваю сегодняшнее видео и предлагаю вам написать ещё один комментарий на ютубе, в котором прошу вас поделиться своими мыслями по поводу этого видео и темы того, каким образом для вас из Гоадин изменил взгляд на дальнейшие события во вселенной Звездных Войн. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. Я всегда буду рад видеть тебя в моей группе в ВК и на моих стримах, а также на моём лайв-канале. Все ссылки, как всегда, в описании. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила. Всегда. Субтитры сделал DimaTorzok